приветствую нагибаторские бои были пару видосов еще осталось озвучить что еще информативный видос был и был обещан и целая куча тоже предстоит но давайте продолжим приколы рандома я знаю что некоторым это рубрика нравится некоторым не очень по моему прошло не очень зашло вот контракт контракты вещь особенная но есть некоторые нюансы как выполняются вообще контракты один из контрактов он довольно сложный это уничтожить пехоту с помощью койота уничтожить кренадерами технику в любом случае если вы будете играть с помощью кренадеров то наверное вам нужно использовать снайперов и сзади какую-то подбог увидеть броников и тому подобное в любом случае кренадеры они тащат если вы играете с помощью койотов то вам нужно обязательно использовать кренадеры они будут уничтожать технику при этом пехотинцы да при этом пехотинцев будут уничтожать койоты вот и вот уже полчаса боя прошло и ни разу меня противник не развеял то есть понятия не имею чем занимаюсь я напал рано как можно раньше напал накопил где-то штук 10 койотов и пошел в атаку нащупывать оппонента при этом он не успевал не строить ничего вот видите полчаса игры прошло он до сих пор играет крепостями до сих пор играет всякой фигней вот и зеленый игрок стал выходить взяться я потом ну ладно это нужно пресечь и решил уже заканчивать игру потому что синий игрок перестал играть плюс-минус пехотой вот они чувствуют что у меня достаточно жесткая пехота может быть и не чувствую что койот жесткий но койот у меня плохо прокачан не прямо стоковый но плохо прокачан гренадер в любом случае сопротивление будет флоу при этом койот ну мне кажется надо улучшить немного хп ему и аккуратненько не уничтожаем пехотинцы улучшить броню хп и наверное пушку потому что пушка очень много чего дает на это шестое улучшение пушки дает колоссальное преимущество в атаке ваша атака за один за одно улучшение увеличить там процентов на 12 если не ошибаюсь вот при этом мой напарник страховал меня кречетами и даже поднимал свои кречет и возможно это плохо возможно это хорошо но я считаю что если ваш напарник поднимет кречет то вместо того чтобы оппонент строил там не знал те же зевс или может быть циклон то оппонент будет строить по ложке ну или те же тайфуна тайфун это тоже техника которую можно использовать для контракта вот такое вот коротенькое начало играем и долго в течение получаса я их лупил очень много техники уничтожил но по-моему за один бой мне не удалось уничтожить достаточное количество пехоты койотами и я не думаю что это как-то связано с прокачкой койота кстати кает очень легко потерять очень легко потерять койота поэтому заезжаем масс койотами и сразу же уезжаем после того как всю пехоту но всю технику всю пехоту мы уничтожили гренадерам нужно время чтобы добить и мод ну вот они этими подниматься и сразу же отступаем желательно ко второму оппоненту снайпера фигню страдаем напарником так против кого играем против двух безымянных игроков у нас это вообще не интересует неинтересно какой там был контракт и штам ранге кстати удобнее всего играть против там одиннадцатого десятого ранга это просто легкотя так 100 юнитов надо было уничтожить гренадерами мы это сделали и 150 койотами почти получилось 90 пехотинцев тоже неплохо нам были когда-то хорошие контракты следующий бой уже 2 атака гренадерами 25 минут боя прошли зелененький оказался слабенький а вот синий более-менее кое-что показывал мы не раз ему выбивали пво все поломы без потерь выбили сейчас придется бить снова по а я уже думал что он вряд ли будет этой фигней страдать но к счастью он не сдался поэтому снова нападаем на него нельзя построить не ягуара не снайпер ничего все ресурсы мы вложили в гренадеры и собственно говоря в кречеты так но почти добили электростанции по мы уничтожили 2 тоже неплохо еще немного гренадеров делаем три пачки кречета кричит не обязательно качать полностью надо улучшить ему броню топлива броню и топлива принципе этого будет достаточно также я беру одного кречета очень простая фишка как не терять авиацию одного кречета отправляя вперед он получит все ракеты на себя так смотрим один кречет летит все все он словил дальше частично ракеты не стреляют потому что перезарядка долгая правда есть тайфун но пофигу на тайфун уже можно уничтожать когда у вас там пачки по три-четыре кречета но неважно по моему здесь был какой-то буст может нет добиваем и и иди ну и пулеметом просто сбривая всю пехоту так что можно уже спокойно улетать с базы нам не обязательно добивать все эти ложки можно и уничтожить с помощью гренадеров но скорее всего после этого противник сдался потому что просто 25 минут мы летали над оппонентами просто над ними издевались да не обращаем внимания на крепость она не все-таки какие-то еще какие-то еще строятся ужас если честно ужас да отлично кречетом еще кого-то словили потеряли еще два кречета это без разницы потому что контракт мне кажется я выполнил конечно уничтожить 100 юнитов или 200 юнитов с помощью кречет за один бой будет весьма непросто но где-то штук 100 можно вот здесь оппонент сдается и мы уже закончили игру с контрактами так осторожно не надо бить гренадеров у нас еще остались кречеты и мы будем заканчивать этот бой единственная проблема что после обновления посложнее будет сражаться с оппонентом потому что надо выйти в четвертый уровень штаба но увы контракты остались те же так что всего лишь две пачки у меня ну ладно я пачки тоже неплохо к этому времени у меня уже целая куча заводов тоже неплохо так отправляемся вперед также уничтожаем электростанции стоит сбор почему-то я думаю здесь нет здесь не по здесь тайфуны тоже вариант бьем тайфуны и выполняем наш контракт вы просто себе не представляете как легко летать против нубов даже если у вас слабо прокачанный кречет просто там отправляем пару гренадеров там куча пво и эти кучи пво уничтожается за секунду просто один кречет вперед минус электростанции все победа и иди опа так аккуратненько аккуратненько включили кнопку отступить на базу и сейчас надо конечно аккуратненько залететь и уничтожить все юниты которые остались оппонентом слава тебе господи напарник собирался уничтожать штаб с помощью альбатросов а кричите назад и летят да есть такое достижение уничтожение помощи альбатроса штаба у меня по-моему уничтожено где-то 100 штабов в помощи льбатросов хотя ни разу это на видео не попало и кстати обязательно качайте пулемет нашу кричит обязательно уничтожайте пулемет это как раз это кричит потому что штука реально полезно сбривает пехоту на ура для контракта так надо узнать сколько там надо было для контракта против 14 10 красота всего лишь 7 региона так 140 вот так вот 140 единиц мы уничтожили за один бой и easy easy так посмотрим 140 юнитов мы уничтожили с помощью кричита красота просто красота и это за один бой почти весь контракт сделали кстати контракт на 17 тысяч и так следующий контракт уничтожение юнитов с помощью вертолетов беззащитных юнитов то есть уничтожение огнеметчиков уничтожение кого еще молотов уничтожение града и уничтожение викинга у сопротивление точнее конфедерации также есть такой контракт ухоженный циклон так не палить только там нужно играть по-другому циклон должен уничтожать гренадеров ягуаров барракуд и еще какого-то юнита но в общем все юниты которая а и мамонт юнит все юнит которые не могут нанести урон авиации но то есть вертолетиком само собой конфедерации намного легче это осуществить потому что у сопротивление есть гренадер который он постоянно использует и который не может нанести урона вертолетиком а вот конфедерации ничего подобного не используют это молот и многие игроки на маленьких ранг они используют почему-то крепости и и пехоты эта фигня конечно какая-то как составить оппонента делать мод но видим что семнадцатая минута противник все еще играет пехотой вот что мы делаем мы строим масс койоты причем они будут полезны скорее всего когда я будет масса то есть там могут быть 10 койотов могут быть 20 но и тем же успехом можно построить и 30 кого койота вы должны легко справляться с бункерами вы должны легко справляться с пехотой крепости обязательно уничтожать то есть чтобы не было собак и так далее и тому подобное но при этом если вы встречаете мод это вы должны огребать от молота слава тебе господи у моего напарника койот стоковый единственное что он уничтожил пару моих молотов не хорошо поздно он охватился не выключил кнопку но это неважно койот абсолютно стоковый у моего напарника при этом весь бой мой напарник играет чем койотами вообще никакого юнит мой напарник не сменился весь бой он играл по моему семью заводами и только койотами кстати кто не знает от части вертолетиков на базе моего напарника но вдруг на него нападут вот конфедерация слабенькая она ненавидит нападать и меня это бесит не знаю что койот точнее вертолетики они боятся гренадёра до сих пор ни разу не видел оппонент мои вертушки но почему-то ложка здесь есть даже по-моему тайфун готовится вот так что надо это дело кончать и нападать на оппонента именно таким образом вы сможете заставить оппонента строить мол но вертушку придется немного качать немного брони немного кп немного урона все пригодится главное что улучшение эти дешевые но другой ситуации они вам никогда не понадобятся то есть вертолетик это только для разведки и конечно же обязательно должны должны иметь хорошего напарника который не будет забывать про кнопочку отменить атаку всем юнитам и будет уничтожать те цели которые вам наименее ну смысле те юниты которые вы не можете их уничтожить на менее полезно вам уничтожать то есть это тайфун ну тайфун как тайфун но это именно обложки и что еще у нас есть и гренадёра в данном случае это он тяжелый штурмовик называется вот осталась часть молотов еще у зеленого игрока я их не заметил и кстати не обязательно уничтожать одного из оппонентов но нужно понимать одно что рано или поздно ваш противник перейдет на зевсу а что вы должны постепенно и постепенно его разведывать и стараться уничтожить молотов именно вертушками при этом сзади должны быть это снайпера где-то ягуары вот которые скажем так вас подстрахуют напарник говорит что у него стоковый койот я об этом не знал и немного удивился если честно я думал что или в прошлом бы он сказал я думал что там полностью стоковый койот ну и тут конечно надо уничтожить оппонента я постепенно выхожу в ягуар есть у меня немного вертушек часть вертушек возвращаются вот кстати и оппонент я уничтожил снайпером и ягуаром то есть это было очень легко осуществить а вот и молотом вот именно молот находились той стороны так что не надо уничтожать оппонента но хочу сказать что с первого раза мы его не продавили или по-моему я отступил не хотел его добивать контракт сложный он может быть на либо на уничтожение 20 молотов с помощью вертолетиков либо 30 40 50 когда 50 юнитов надо уничтожить помощью вертолетиков это весьма сложно вот такой вот веселый ролик получился надеюсь вам он понравился и я стараюсь время постараюсь время от времени снимать веселые ролики так но здесь мы конечно огребем и ничего не сможем делать вот почему не надо строить слишком долго подобный юнит постепенно все-таки выходить ягуары ну что ж всем пока подписывайтесь и и и Субтитры сделал DimaTorzok